Продолжение следует... ...трагических событий в Екопельском крае, где на глазах ребенка и бабушки была зарезана мать. И убийство женщины совершил ее бывший муж Леон Срусинч. Он продолжительное время угрожал ей, запугивал ее. Женщина обращалась в полицию, но, к сожалению, так и не была защищена. После этого партия прогрессивной в Сейме предложила включить в повестку дня вопрос о рестификации. ...конвенции и, наконец-то, довести дело до ума. Но парламент большинством голосов этого решил не делать. Почему? Сегодня будем разбираться. Итак, вы на платформе «Руселосэм». Это прямой эфир программы «Тычука». Меня зовут Алена Борисова. Приветствую, дорогие зрители, вас на нашей трансляции, как на Фейсбуке, так и на Ютубе. И, как всегда, призываю вас воспользоваться правом прямого эфира, всеми привилегиями. Пишите комментарии, задавайте вопросы. Я буду стараться за ними следить. Ну и самое время представить сегодняшних наших гостей. У нас сегодня в студии многолюдно. Саня Таосипова, экс-председатель суда Сатверсмэр, профессор Латвийского университета. Добрый день. Добрый день. Айва Виксна, депутат Сейма от Объединенного списка. Здравствуйте. Здравствуйте. И Янис Грасберск, депутат Сейма от Национального объединения. Добрый день. Я Абдель. Здравствуйте. Для начала, наверное, я хотела бы начать с основ, пожалуй, самого главного, о том, что вообще такое Стамбульская конвенция. Рассказать нашим зрителям, прежде всего, что это за международное соглашение Совета Европы, когда оно было открыто и, самое главное, для чего. Ну, наверное, госпожа Осипова, я хотела бы вам предоставить слово, если у вас есть какое-то введение на эту тему. Ну, Европа уже очень давно борется за равноправие полов. Это один из самых важных пунктов, которые за последние годы Европейский Союз, Европейский Совет развивают. Но, к сожалению, равноправие полов, ну как, на бумаге. Политическое равноправие, гражданское равноправие, равноправие на рабочем месте. А в то же время женщины страдают. Страдают от насилия, страдают от того, что, хотя они в обществе равноправны, дома они неравноправны, потому что муж говорит, что делать. И уже в конце 90-х начался разговор на политическом уровне, что надо, во-первых, защитить женщин Европы от физического насилия. Хотя бы от физического насилия. И, как результат, была принята в 2011 году в Стамбуле, это конвенция Европейского Совета, чтобы защитить женщин от насилия и предотвратить насилие в семье. Латвия имела какое-то отношение, к этому принимала участие. Насколько мне известно, подготовка этой Стамбульской Конвенции как член Совета Европы. Значит ли это, что при создании самой Конвенции, написании, мы фактически понимали, о чем она, и шли к тому, чтобы пользоваться и принять все юридические ее основания. Голос Латвии был среди членов тех государств, которые разрабатывали Конвенцию, и Конвенция была также принята Кабинетом Министров. Но Конвенция остановилась, потому что ратификации нашим парламентам так и не состоялась. Ну вот, в последний раз депутаты Сейма нынешнего созыва 18 мая большинством голосов отклонили предложение фракции прогрессивных о том, чтобы правительство незамедлительно передало в парламент для ратификации Стамбульскую Конвенцию. И кроме прогрессивных, за ратификацию проголосовали еще и депутаты от Нового Единства. Всего 34 человека были за, а вот 36 депутатов против, 12 воздержались и 8 не голосовали. Ну, госпожа Виксна, я к вам сейчас обращаюсь. Вы, как и большинство ваших коллег-однопартийцев по объединенному списку проголосовали против. Можете вы пояснить, я так понимаю, свое негативное отношение к этому международному документу? Во-первых, я хочу сказать, что речь не о документе. В данном случае мы, объединенный список, уже второй раз подряд подавали свое проект решения, где мы предлагаем действовать. То есть дать задание Кабинету министров, чтобы расценить ту ситуацию, которая имеется, какие нужны изменения в законопроектах, чтобы предотвратить насилие, насилие, но относительно любого человека, не только женщин, например, относительно детей. И не только за проект, но и заняться превентивными мерами. Это такой комплекс, это не только какой-то один вырванный из контекста вопрос, потому что появляется вопрос, объединенный, то есть когда объединенный список, мы против насилия. Мы все тут против насилия, и не то чтобы подписание одного документа, если так можно сказать, и спасет ситуацию. Потому что здесь есть намного более существенных вопросов. Например, если женщина будет экономически независимой и хорошо образована, тогда тоже будет другая ситуация. В свою очередь, если мы здесь вообще не касаемся вопроса насилия против детей, совсем недавно, две-два дня назад, по-моему, была статья в газете о педофиле, который семь мальчиков в Юрмале подверг сексуальному насилию. То есть об этом мы тоже здесь не говорим. Если бы были девочки, то мы бы сказали, вот Стамбульская конвенция. То есть что я этим хочу сказать? Должен быть такой прагматичная дискуссия и действия, и начать нужно с превентивных мер, потому что сейчас мы боремся с последствиями. Но есть намного более существенно, чтобы мы не доходили до этих последствий. Например, в СМИ уже была информация о том, что, например, в Германии за каждые два с половиной дня погибает женщина от насилия. То есть вопрос, поэтому суть немножко в другом. Почему так происходит? А здесь просто документ. То есть, на мой взгляд, здесь должна быть солидарная ответственность. И неужели по сей день Министерство благосостояния, Министерство юстиции ничего не делало? То есть вот мы доброе утро проснулись, и вот оно насилие. Вы будете придумывать такой универсальный закон, который будет оберегать всех членов нашего общества, а не только женщин. Пройдет еще одно время. Почему не ратифицировать? Ну, здесь же уже начатые проекты. С учетом, в прошлый четверг мы приняли изменения в уголовном законе, которые уже стали с более строгими санкциями. Но еще хочу добавить, что люди, которые это уже совершили, они освобождаются. И как мы за ними присматриваем? Может быть, надо им эти браслеты отслеживания надевать. Вот, например, вот этот педофил. Вот он подвергает насилию мальчиков, а потом он под надзором службы пробации, а мы за ним не смотрим. То есть, по факту, это очень комплексный вопрос. И это не то, что мы сейчас придумаем какой-то закон. Но у нас сейчас мы имеем множество возможностей, которые нам предоставляет нынешний закон. То есть, давайте действовать. А что вы имеете в виду Стамбульская конвенция? Она будет лишней? Она будет чему-то препятствовать для того, чтобы предотвращать подобные случаи? Я считаю, что... Тут другой вопрос. Почему мы сосредоточены на одну Стамбульскую конвенцию, а не смотрим вот эту общую картину? То есть, получается, мы что-то одно посмотрели, вырываем из общей картины один этот фрагмент, и он что-то все решит. Это нет, это не разрешит все вопросы. Что до сих пор сделано? Должно же быть какое-то последствие каких-то мер. Неужели мы в 2015-2016 году не было насилия? Было насилие. И это недопустимо. Недопустимо насилие относительно любого лица. Женщины, ребенка, мужчины или пожилого человека. Это в самих основах недопустимо. И у нас есть множество инструментов, почему мы не занимаемся этими превентивными мерами. Вчера или позавчера на комиссии ревизионной, например, в Министерстве благосостояния, было по поводу общения с трудными детьми, так называемым. И Госконтроль сделал вывод, что ничего существенного в этом плане не делается. То есть 36 тысяч детей, у которых есть не очень хорошее поведение. Так вот, что же мы не делаем? То есть давайте будем делать что-то прямо сейчас. Это уже должно было быть сделано. Так вот, вот случилась якопилская трагедия, настоящая трагедия. И сейчас мы вспоминаем, что вот у нас Стамбульская конвенция. А что мы сделали до того? А вы не считаете, что как раз Стамбульская конвенция обязывала бы политикам выделять финансирование, в том числе негосударственным организациям, на все превентивные меры, как и с жертвами домашнего насилия, так и потом по дальнейшим реабилитации с абьюзерами, сейчас все на воле политиков. Если это актуально, мы хотим, ищем на это средство, а нет. А в данном случае это было бы ваше юридическое обязательство. Существовал бы международный мониторинг, перед которым мы должны были нести ответственность. Создание кредитных центров, выделение помощи и так далее и тому подобное. Ну, видите, вы коснулись вот этот вопрос, вопрос финансирования. Действительно ли мы хотим побороть насилие? Это приоритет нам. В моих списках приоритетов в первую очередь мы не должны допускать насилие. Не про финансирование речь. То есть, если мы читаем восьмую статью о финансировании, то давайте скажем честно, прогрессивные говорят, что вот финансирование для негосударственных организаций. То есть, мы забудем про это насилие. То есть, содержание сфокусировано на том, что мы все против насилия. Всех видов, на всех уровнях. И каждый, что мы сделали для этого. Сделали мы ли что-то, чтобы помочь женщинам быть финансово и экономически независимыми? И что мы делали до сих пор? Вот об этом речь. Тогда у меня такой вопрос. Я посмотрела, какие конвенции ратифицировала Латвия. И среди них, допустим, Европейская конвенция по предупреждению пыток и бесчеловечного и унижающего достоинства обращения. Несмотря на то, что в Латвии у нас есть уголовный закон. И там, кстати, тоже прописаны все причисленные преступные деяния. Дальше. Латвия ратифицировала конвенцию о защите детей от сексуальной эксплуатации и сексуального насилия. То, что вы привели пример с ситуацией на юрмальском карьере. Латвия ратифицировала Европейскую социальную хартию, рамочную конвенцию о защите социальных меньшинств, Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод. Опять же, несмотря на то, что наша конституция гарантирует нам те же социальные и экономические права. Это и есть в нашем внутреннем законе. Но Латвия ратифицирует международные договоры. У меня вопрос. Зачем Латвия утвердила все это по специальным вопросам, если мы можем сами это решить, опираясь на наши законы и знаем, как это сделать? Зачем? Ну, видите ли, тут вот как раз вопросы поднимаются, что мы столько всего ратифицировали, но мы возвращаемся к точке отсчета. То есть, почему намного больше внимания нужно обращать на превентивные меры и комплексным солидарным действием? Это доказывает то, что не просто документ, ратификация какой-то конвенции, евросоюзной, международной, что мы внутри знаем свою повестку. Но как мы все вместе, каждый человек, сосед, который это видит, или соседка, который, почему они не действуют? Они, моя хата с краю, не занимают эту позицию. Вы считаете, что ратификация их не приносит нам никаких результатов? Вопрос о том, почему мы это продолжаем обсуждать, в том числе вопрос о насилии относительно детей. Перейду к госпожу Градзберску. Вам тоже вопрос. Вы на голосовании, в отличие от большинства ваших однопартийцев из национального объединения, проголосовали не против, а воздержались. 18-го, а можете ли вы пояснить свой выбор? Именно почему я воздержался? Я воздержался по поводу включения в повестку дня. Да, ситуация была такая, что до того я голосовал против, но во второй раз, 18-го числа, я воздержался в первом голосовании о включении в повестку дня. Но о передаче в комиссии я голосовал против, могу рассказать. Похожим образом, как рассказала моя коллега, что у нас сейчас есть необходимость оперативно действовать, оперативно и финансовое обеспечение, как для полиции, для обучения, для увеличения контингента, для этих устройств. И да, оставались еще некоторые поправки в законах, которые сейчас были поданы, чтобы поменять, чтобы увеличить эти дни задержания, потому что мы могли раньше задерживать насильника только на 8 дней, он снова возвращался в общество. Сейчас мы продлили этот срок со стороны закона, мы дадим возможность решать. Если мы вернутся к предыдущим, к прошлому, то есть когда национальное объединение отвечало за сферу юстиции, то эти нормы, которые в Санбульской конвенции, они уже были перенесены. Остальное было не сделано. То есть реагируя оперативно со стороны законодателя, сделаны были эти изменения в законе, которые сейчас нам не хватало. Но сейчас необходима финансовая поддержка. То есть независимо от подписания или не подписания, нам нужно это финансирование. Это вот кризисное жилье. И по опыту могу сказать, это кризисное жилье должно быть под охраной. Это не просто быть какой-то анонимная квартира где-то на квартире, потому что насильник очень быстро это обнаружит иначе. И еще важное решение – это вот эти браслеты. Они будут еще более современными, чем сейчас у службы пробации, где только надзор. Но когда мы видим конкретное время, местонахождение, мы можем сравнить, например, с нашими домашними любимцами, у которых есть сигнал, например, что ты животному, что он нарушил какую-то дозволенную границу. Я сейчас открыла голосование Сейма 18 мая в 12.16. На последнем голосовании вы голосовали против внесения на рассмотрение в Сейм на пленарное задание. А в данном случае, 18 мая, вы проголосовали воздержавшись. Я могу вам показать. Да, да. Это голосование о включении в повестку дня. Тогда за то, чтобы этот вопрос был включен на рассмотрение в пленарное задание, вы проголосовали против. А чтобы конвенция была ратифицирована, вы воздержались. Ну вот, я сейчас открыла. Голосование в Сейме за 18 мая. По крайней мая. Ну, во всяком случае, воздержали... Голос, что я воздержался. Вот, о проекте. Так, сейчас просмотрим. Следующее заседание. Видите, внизу в строчке говорится, что включение в следующую повестку дня. Да, да, да. Да, я так точно знаю. Я помню, что я делал. Ну, то, что я воздержался, как я воспринимаю голосование, воздержавшись. Это... Я считаю, что таким образом, я говорю, против, против, но против, если. То есть я против Стамбульской конвенции, но поддерживаю то, что мы должны заботиться о защите женщин. Так это объясняется. Но почему я голосовал против? Я голосовал против Стамбульской конвенции, потому что передо того, как я ее прочел, я сам не юрист, я предприниматель был ранее, и я слышал, что есть какие-то противоречия, что юристы спорят об этой конвенции, что это заставило меня задуматься, что тут может быть не в порядке. И тогда я читал сам эту конвенцию. И то, что мне очень ряд резонировало, это те слова, которые мы тут все время склоняем, что всегда во всяком вопросе, в начале было слово для каждой идеи, идеи для каждого дела в начале слова, и потом мысли по этому поводу. И если мы смотрим основную часть этой Стамбульской конвенции, третья статья, третья, здесь говорится о социальной квартире, но если мы смотрим в пояснительной части, где виды дискриминации, за запятой, где там пол, сексуальная ориентация, идет речь. Там где дефинитис, третья статья? Статья третья, основная часть, где... Нет, там термин, терминология, то есть социальное жилье. Это еще более понятно. Но если мы говорим о половой идентичности, где в пояснении, то есть это как раз вопрос гендера, то, что мне здесь говорится, здесь в четвертой статье, там перечисляются виды дискриминации. И там и речь о гендере, и социальная половая идентификация. Если мы смотрим на гендер, то это как виды дискриминации. Если я ничего против, то я мог бы спокойно подписывать устамбульскую конвенцию, потому что это равнозначно полу, религии, сексуальной ориентации и так далее. Там ничего такого плохого. Но мы создадим прецедент, что в юридическом пространстве терминологии мы включим новые терминологии. То есть если мы посмотрим, что происходит за границей, где уже более либеральная политика и где выборы гендера. Есть такие случаи, когда люди с какой-то заболеванием, с диагнозом, когда я как мужчина надеваю платье и иду сексуально домогаться в каком-то баре для лесбиянок, меня даже обвинить не могут, потому что я по гендеру женщина. И вот здесь, когда мы начинаем склонять эту терминологию в других юридических документах, мы там можем встретиться с разными противоречиями, в том числе с тем, что мы очень нейтрализуем и нормализуем. Я вот в Крузпункте, там тоже передача, была дискуссия юристов на эту тему, который один из юристов, я не помню по именам, я слушал наушники и не мог это следить, кто-то что говорит. Но когда мы нормализуем тот факт, что мужчины переодеваются в одежду девочек, и наоборот, что мы вот эту вот гендерную, гендер, эту сексуальную идентификацию, мы это всё-таки как-то уравняли. То есть мы как представители национально-консервативный депутат, я не могу это поддержать. А дальше сама конвенция никаких возражений не создаёт. Суть в том, чтобы мы не создавали прецедент использования этих терминов, которые мы потом распространяем в нашем законодательстве. И сама конвенция сама по себе не может нам помочь. Да, это такой клуб государств. Ты лучше выглядишь среди либерально-мыслящих политиков и странных. И на остальных как-то смотрят как-то косо. Но, может быть, нам нужно выждать в связи с этим какое-то время. И через 5-10 лет те страны тоже поймут что-то неправильное, что мы с этими терминами уходим куда-то не по тому пути. И то, что Стамбульская конвенция позволит нам привлечь финансирование, но это глупость, потому что финансирование, мы в бюджетной комиссии мы решаем, куда мы направляем. И мы будем принимать это решение уже прямо сейчас. И что еще очень существенно, если я бы хотел на этом сакцентировать внимание, параллельно с документом Стамбульской конвенции создана еще европейская директива, которая утверждает, что с ходом времени найдены несовершенства в этой конвенции. И уже директива заполнила эти пустоты, например, кибердомогательство, домогательство в соцсетях. То есть Стамбульская конвенция об этом даже не упоминает. Поэтому вот эта директива, она намного более полноценная, и из него вынуты вот эти термины, изъяты. И то, к чему я хочу привлекать сферу юстиции и благосостояния, чтобы мы больше ориентировались на эту директиву и заполнить те пустоты, которые подсветила нам эта директива. И тогда мы получим лучшее правовое регулирование. И недаром в директиве эти слова изъяты. То есть остальные поняли, что что-то не работает как надо. Я зрителям поясню, что господину Грасбрызгу переводят нашу беседу на латышский язык, поэтому, возможно, небольшие паузы и заминки для того, чтобы вы не удивлялись. Ну, вот мы услышали вашу версию. Если кому-то нужна распечатанная Стамбульская конвенция на латышском языке, я просто хотела бы сейчас разобрать конкретные пункты. У вас есть? Нет. Я, пожалуйста, чтобы мы понимали предметно, о чем идет разговор. Да, вот начали мы с о том, что такое Стамбульская конвенция. нам, что она была осознана для того, чтобы защищать женщину от насилия. А с господином Грасбурском мы пришли к тому, что мужчины переодеваются в женщину. Есть понятие гендерная идентичность. И здесь возникает много вопросов. И в качестве примера вы назвали в этой конвенции 8 статей и обратились к третьей статье, которая называется «Определение». Я сейчас предлагаю вам обратить на нее внимание и зрителям тоже. Я прочитаю на русском языке о чем идет речь. В статье номер 3 «Определение» в целях настоящей конвенции говорится «Гендерный» означает социально закрепленные роли, поведение, деятельность и характеристики, которые определенное общество рассматривает как соответствующие женщинам и мужчинам. Я посмотрела конвенцию на трех языках на английском, латышском и русском. Есть особенности перевода. В данном случае английский и русский язык используют слово «гендерный». В латышском языке слово «дзеймумс». Наверное, я, госпожа, тоже попрошу прокомментировать с точки зрения юристов. Депутат ссылался на споры юристов. Есть ли там действительно какие-то неясные идеологические вопросы? Вот, допустим, по статье 3 пункта Вы знаете, что депутаты 13 сайма обратились в Конституционный суд как раз для пояснения, соответствуют ли нашему основному закону те статьи, которые вызывают настолько много прений в нашем обществе. И два года назад было решение Конституционного суда, 21 год, 4 июня, где Конституционный суд смотрел в соответствии Стамбульской конвенции по очень многим параметрам. И я хочу обратить ваше внимание на пункт 13.1.3 в решении Конституционного суда, где Конституционный суд поясняет, что на практике международного права берется во внимание, что любое международное соглашение, то есть объект и цель этого соглашения назначен в названии этой Конвенции, а также далее разворачивается в водной части или преамбуле. Как название, так и преамбула Стамбульской Конвенции говорит о насилии, насилии против женщин, особенно насилие против женщин в семье, потому что по статистике, хотя Латвия занимает первые места по равноправию женщин в госуправлении, наверное, не только в госуправлении, на руководящих должностях. В том числе и в частном секторе, не только в государственном секторе, но и в частном секторе у нас процент женщин очень высок по сравнению с Средним в Европейском Союзе. В то же время, к сожалению, насилие, особенно домашнее насилие, у нас этот процент совершенно в другом направлении, и мы лидеры из другой части. Если мы говорим о этих гендерных стереотипах, то есть ли в нашей... То есть это стереотипы, которые в обществе создавались поколениями. Есть ли у нас такие стереотипы, которые позволяют поднять мужчине руку над женщиной? И сто лет назад еще в Царской империи было в силе гражданское право, где муж имел право не только главой семьи, он имел право воспитывать и наказывать жену и детей. Бьет, значит, любит. Это из этого старого закона, потому что эти отношения в семье в начале еще 20 века, где муж поднимал руку и мог не калечить, он должен был свое доминирование, но в рубежах. Закон ставил, уже судебная практика ставила, что калечить нельзя, убивать нельзя, можно наказывать умеренно. Да? и пока я жила в каком-то своем этом обществе, мне казалось, что нет такого, что у нас мужчина поднимает руку и бьет женщину. Но среди знакомых был такой случай. Эта женщина ушла от мужа, но родители ее не поддержали. Ты домохозяйка, у тебя двое маленьких детей, и вообще-то муж работящий и все носит в семью. Почему ты уходишь? Он только несколько раз столкнул тебя. Ну то есть есть у нас все еще вот это и называются эти стереотипы или это джендерное отношение, что муж имеет право учить жену, наказывать жену. И почему очень мало заявляют женщины о домашнем насилии? Потому что она чувствует себя виноватой. Она не приготовила ужин, она не помыла посуду, она плохо воспитывает детей, муж приходит дома, а дети шумят, а он уставший. Ну господин Грасберг, вам только что пояснили социальные роли. Скажите, пожалуйста, для вас слово пол и слово гендер отличается? Можете вы дать мне определение? Ну придется наверное к английскому прибегнуть к слову гендер. Я не расслышал полностью перевод вопроса. Различается ли пол и половая принадлежность, то есть гендер. То есть пол это секс в английском языке, то есть это мужской и женский пол. И у нас эта терминология еще не прижилась. Мы можем очень по-разному склонять половую принадлежность то есть гендер. То есть у нас в паспорте написано пол секс на английском. Небольшую реплику хотел отметить. Есть конвенция слова гендер. Вы понимаете, что оно значит в данном случае? Вы говорите про пол. Мы говорим про биологическую определенность и отличие женщины и мужчины. А что такое гендер? мужском и женском. И здесь есть стереотипное восприятие. Кам мы это понимаем? Здесь я бы хотел сказать то, о чем рассказывала о стереотипе. Это не латвийский мужчина, который описывается вот эти бьет и любит и так далее. На мой взгляд, этот стереотип, что мы по-разному одеваемся, я признаю, да, мы по-разному одеваемся, это факт. Мы в спорте соревнуемся в разных соревнованиях, разных лигах, то есть есть мужской спорт, женский спорт, но все остальные вещи это не в латвийском менталитете. Это похоже как эта история с... Я тут хочу вам задать вопрос. Да, вы тут упомянули нам этот энцефалит, который к нам был завезен, потому что энцефалит нам был завезен вместо с енотовидными собаками, и вот мы имеем сейчас эту проблему с клещами. Точно так же мы инфицированы как энцефалитом. Но я вам тут хочу задать вопрос. Это то, что я наблюдаю. И вот это вот слово, которое меня беспокоит. Сейчас к четвертой статье доберемся. Мы сейчас о третьем говорим. Вот вопрос гендера вы сначала подняли, мы хотим с ним разобраться. Я хотела вопрос задать. Когда у вас в семье болеют дети, кто остается дома с детьми? Я очень часто. В вашей семье значит нет этих стереотипов. Да, пять детей, и кто-то из родителей, кто легче может организоваться с работы, тот остается. Нет таких стереотипов. Мы не опускаемся только до уровня какой-то драки. я приведу вам пример социальных стереотипов, которые конструируются обществом. Вот у нас сейчас есть государственная оборонная служба. Она касается обязательного призыва кого? Да. Обязательная военная служба относится к обоим полам и мужскому и женскому. Мы женщинам, мы даем возможность выбирать. Так же, как и мужчина от 18 до 27 лет. в режиме лотереи. Будут? Женщин никто не получает повестки, потому что сейчас обязательная оборонная служба у нас на добровольных началах. Закончится добровольный призыв и будет призыв обязательный в порядке живого распределения случая. Девушки будут участвовать? Фамилии женщин будут в этих списках, если они сами не заявятся? Я считаю, что это позитивная дискриминация. То есть, это модель выбора. И если мы смотрим на нашу обязательную оборонную службу, то она обязательно... мы не можем обеспечить для всех граждан. Поэтому в этом году мы начинаем с добровольной формы. И добровольным оно будет в ближайшие 3-4-5 лет, потому что сами граждане хотят идти на оборонную службу, как женщины, так и мужчины. Это было такое политическое решение. Что касается стереотипов, то в нашей нации есть стереотип о том, что сначала мы предлагаем эту службу мужчинам, а женщинам мы даем право выбор. Это наш менталитет. То есть мы, когда заходим в помещение, мы пропускаем женщину в дверь, и это стереотип. И на мой взгляд, это позитивный стереотип. представление о том, что должен мужчина, и чего не должна женщина. Женщины могут считать себя дискриминированными по половому признаку, почему государство не возлагает на них надежды в случае обороны. Или мужчины, наоборот, считают себя дискриминированными. Это была бы дискриминация, если бы мы не разрешали женщинам проходить обязательную оборонную службу, но предоставление возможности добровольно это выбирать, это не дискриминация. То, что они не получают обязательно повесток, это не дискриминация. Обязательно служба доступна для обоих полов. ...ролях и изначальные постановки вопроса, чего наше общество требует от мужчин и что требует от женщин. И здесь есть разница, мы ее обозначили. Я опять половину только раз слышала. Времени, я предлагаю перейти к следующему пункту, который вызывал и вызывает у вас также недоумение. Я, может быть, попрошу прокомментировать Беату. Да, господин Градзберг обращается к четвертой статье, третьему пункту. Прошу прощения зрителей, очень сложно, я знаю, текст воспринимать на слух, но терпите. Соблюдение положений настоящей конвенции сторонами, в частности, путем принятия мер по защите прав жертв, должно быть обеспечено без какой-либо дискриминации по признаку пола, расы, цвета кожи, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или социального происхождения, принадлежности к национальным меньшинствам, имущественного положения, рождения, сексуальной ориентации, гендерной идентичности, возраста, состояния здоровья, инвалидности, семейного положения, статуса мигранта или беженца или по иным признакам. И вас смутило слово гендерной идентичности. Беата, можете ли вы пояснить, что это может значить и что это значит и почему именно вот такое определение является сейчас одним из камней преткновения для поддержания в пользу ратификации этой конвенции? Я начну с очень простого предложения. Конвенция сама и ее цель, главная цель, что уже говорила Саня Таосипова, это борьба с насилием. Тут мы говорим про насилие. Когда вы смотрите на термин по недискриминации, что тоже есть в нашей конституции, что нельзя дискриминировать по... В конституции написано по никаким признакам. Это просто названные признаки. И у меня есть здесь цитаты от Совета Европы, потому что они тоже борются за те же самые вещи, потому что, естественно, это проблематично для всех, что конвенцию не могут расфиксировать страны, которые просто не понимают термины. Но они сами говорят, что конвенция не делает никакие новые стандарты на гендерный идентитет или сексуальную ориентацию и не просит государство принимать однополые браки. Это цитата Совета Европы, потому что в конвенции то, что здесь это написано, что как группа, которой нельзя дискриминировать, это значит, в принципе, то, что элементарно мы не можем идти и бить человека, если у него другой или вот ориентации или гендерный идентитет. Это не значит то, что Латвия этой конвенцией должна принять новые гендерные идентитеты. У нас нет обязанностей на это, потому что конвенции суть не в этом. Это термин, который просто запрещает дискриминировать. И так же запрещает дискриминировать очень много разных других конвенций. Конвенция по человеческим правам европейская, наша конституция запрещает дискриминировать. Это не обозначает обязанность что-либо новое принимать. И у меня вот еще одна цитата из самого Совета Европы тоже про слово гендер, что слово гендер не заменяет слова мужчина и женщина, и конвенция никаким способом не рекламирует гендерную идеологию, и слово гендер используется в конвенции только, чтобы показать то, что женщины терпят от насилия, потому что они женщины. И в этом имеется в виду то, что мы терпим от насилия не потому, что у нас есть разные половые органы, а потому, что сообщество выращено социально, мальчиков и девочек по-разному в семье растят, и есть разные стереотипы, и из этих стереотипов женщины терпят больше, чем мужчины. И мы видим, что 90% всех ситуаций и насилия это мужчина против женщины, а не как-то по-другому. Ну, по поводу гендерной идентичности я вас еще хочу спросить. Вот Стамбульская конвенция была ратифицирована несколькими странами достаточно сильной религиозной традицией, и также ее ратифицировали многие страны, не признающие однополые браки и не признающие какую-либо небинарную гендерную идентичность, базирующуюся на предположении, что есть два пола биологических мужчина и женщина. Я хочу вас спросить, может быть, вам известны какие-то факты, как после принятия именно этого документа, где содержится слово гендерная идентичность, помимо других указанных здесь меньшинств, которые дискриминируются по ряду признаков. Люди массово начали объявлять себя, вот вы приводили примеры, может быть, трансгендерами, не знаю, мужчины начали ходить в общественных местах, в мужской, в женский туалет, в Грузии, Испании, Италии, в Украине, в тех странах, где ратифицировали. То, что конкретно я слышал, это пример, который я до того упомянул, что происходит это домогательство, когда мужчина надевает платье, он гетеросексуален, но он с какими-то отклонениями. Это не о конвенции, да, конечно. Я обо всем этом говорю, что кома-конвенция, то, что здесь написано, это не дискриминация, статьи недискриминации. То, что мне здесь непонятные термины, это вот эта половая идентичность, то есть гендер, то, что можно менять, я вот здесь сидя, здесь находиться, меня решать, это вот как раз половая идентичность, что у меня в паспорте написано мужчина, но сидя здесь, я могу менять свою идентичность по усмотрению, так, как он здесь написан. Если в Латвии такой термин, что вас когда это? Мы здесь при ратификации этой конвенции мы вводим такой термин в юридических документах, будет первый юридический документ, где мы подписываем, здесь как будто все очень не видно, то есть сама конвенция, как таковая, она вообще ничему не препятствует, здесь есть речь о дискриминации, о том, что мы не можем дискриминировать человека за то, что у него в паспорте написано мужчина и он говорит, что он женщина, мы такие видео тоже смотрели, я по крайней мере видел, где конфликтует мужчина, а сзади продавщица и она не видит, что внизу и она все время к нему обращается к этому и спадет, что у нас не закреплено это в законе, но это в стране, где это утверждена эта конвенция и этот мужчина кричит на эту продавщицу, зачем вы меня называете мужчиной, я женщина и они так жарко так сказать дискуссии и она смотрит внизу, ой, у него внизу юбка, то есть она не заметила, что это юбка, то есть она чисто половая идентичность гендера, которую определяют по внешности. Да, я тоже говорю о насилии, но я здесь если этот термин, если он здесь есть, то мы его можем перенести дальше. Вот этот я упоминал пример о предотвращении распространения наркотиков. Мы присоединились в 1960 году, о конопле. Там говорится, что рядом со листьями коки это и конопля. У меня бэкграунд из пищевой промышленности. У нас были проблемы в Латвии выращивать обычную коноплю, потому что в конвенцию она внесена. То есть мы не можем в наших законах по пищевой промышленности внедрить термин пищевой и медицинский каннабис или конопля, которая одурманивает, которая не одурманивает. И по сей день я вот тогда был парламентарный секретарь Министерства земледелия, и мы написали, что можно использовать волокно конопляное, можно использовать в обшивке автомобилей, но чай из конопляных листьев надо продавать не в магазине с продовольственным, а продавать как технический товар. То есть поэтому я, когда вижу какой-то термин, я не могу подписываться там, где написано этот гендер включен. Я не знаю, чтобы в Сербии мужчины начали массово менять паспорта только после того, как и менять там пол, только потому, что кто-то ратифицировал в стране конвенцию, и это дает им на это право. Одно не вытекает из другого. Дета, я у вас хочу спросить, мы начали с того, что политики говорят о том, что конвенция ничего в нашей стране не изменит, ратификация не 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 это можно предотвратить и собственными силами работой улучшая свое законодательство. Вот. В том числе, да, были уже сделаны какие-то шаги, надо сказать, что полицейским разрешено разъединять абьюзера и от жертвы, даже если жертва не написала заявление в полицию, выдавать ордер на неприближение, но, тем не менее, что вы можете сказать? Я очень быстро прокомментирую еще про прошлое. Вы упомянули конвенцию, которая специфична про неиспользование разных наркотичных веществ. Дело такое, что та конвенция, она про наркотические вещества, и это ее сути цель. Но если мы смотрим со стороны юридической, эта конвенция, ее сути цель не ввести новые идентитеты или что-то такое, ее цель против насилия. Так что ни один механизм не может на нас подавить или нас заставить как-то по-другому, не знаю, в нашей стране работать по другим темам, кроме насилия. То есть у конвенции у нее есть своя суть, у этой только одна суть, это только насилие, и это термин, то, что не дискриминация, это в принципе ничего не меняет. По вопросу того, что мы делаем в практике, то есть вы говорили, что в Латвии никто ничего не делает, но я могу сказать, что центр Марта уже 23 года работает, и 15 лет назад никто вообще не слушал, говорили, что вы тут с придуманными проблемами работаете, и этого не существует, каждый год мы шаг по шагу с очень большой борьбой и с очень большим сопротивлением, чуть-чуть по правилу, что-то по закону меняем, меняем, меняем. Но проблема такая, что сейчас именно та ситуация, что вы говорили, что вы не хотите, чтобы такого было, что произошла трагедия, и сейчас вдруг всем наконец стало интересно как-то бороться с насилием. То, чего мы как негосударственная организация боимся, это то, что сейчас такая инертия, она закончится. Сколько еще долго? Два месяца, может быть, про это все будут говорить, и через два месяца все, надоест. Если бы была конвенция, как бы, как пирамида, у нас было бы давление сверху, независимо от того, как меняются политики, как меняется кабинет министров, мы были бы, нам надо было бы постоянно менять нашу политику. Так же самое есть, например, конвенция Совета Европы по торговле человеком, и там тоже есть, например, Грета, это комитет, который демократически составляется. Этот комитет нам раз в пару лет дает, дает, как бы, заключение, где они говорят, что мы делаем, что мы делаем хорошо, что плохо. Тут была бы та же ситуация, где у нас была бы группа экспертов из всех стран Совета Европы, которые ратифицировали или конвенцию, которая могла бы нам помогать находить, где у нас какие-то дырки есть в законодательстве, где практика. Но и другое дело, конечно, да, вы говорили про финансирование, тут дело такое, что превенция, например, тоже у Центра Марты есть разработанная готовая методология вот такой толщины книга про работу с детьми и с молодежью. Мы ее предложили всем латвийским муниципалитетам, ни один не был заинтересован что-то с этим делать. Так что мы видим, что вроде говорят про превенцию, но тогда, когда с этой превенцией надо работать, тогда на детей всем, по большому счету, совершенно наплевать. В конвенции есть тоже ряд разных механизмов и разных вещей, которых у нас сейчас в государстве просто нету, потому что на них нужно финансирование, на них нужны деньги. И это кризисные квартиры, кризисные центры. Это центры для людей, которые пострадали от сексуального насилия, которых в Латвии нет, в Эстонии, например, ЛЕС-4. И это разные вот такие технические вещи, например, даже межинституциональная работа, которой тоже в Латвии на данный момент вообще никакой нет, потому что происходит. Госпожа Викстана задалась вопросом на мое высказывание о том, что конвенция обязует уделять финансирование на какие-то базовые вещи, в том числе построение кредитных центров, создание бесплатных телефонных линий, консультации, работы в СМИ, работы в школах, в том числе поддержка неправительственных различных организаций. Я услышала о том, что мы хотим бороться с насилием или мы занимаемся вопросами выделения финансов. Как Вы считаете, насколько большую часть в предотвращении насилия играет финансирование этого вопроса? Получается ли Вы достаточно на сегодня финансирования? Насколько, не знаю, сложно или легко идти на переговоры? И пытаются ли Вас услышать? Я поняла, на муниципальном уровне? Вообще никто. Никак. А что? На государственном про финансирование одно то, что как бы без финансирования ничего не работает. То есть, например, в Центр Марта у нас каждый год, в прошлом году было рекордное количество женщин, у нас было 664 клиента. У нас три филиала в Резек, на Риге и в Лепа, и на три филиала работает не такое большое число, может быть, 10-15 психологов. Это очень сложная работа, и всем этим людям, психологам, социальным работникам, юристам, которые помогают этим женщинам, им нужно кушать и платить за счета. Так что без финансирования вообще ничего не происходит. Для всех кризисных центров для всего этого нужны средства какие-то, чтобы с этим работать. Также для работы с молодежью, если мы, как государство, не берем за приоритет инвестировать в нашу молодежь, инвестировать в эти программы, в менторинг, в разные методологии, вводить их и реально заставлять на всех уровнях это все делать, ну, ничего не будет происходить, потому что опять сейчас это все больно и громко, сейчас центр марта приглашают во все рабочие группы, за что мы рады, мы продолжаем идти с большим списком практичных вещей, которые нужны в Латвии, чтобы больше предохранить женщин, но сколько долго это еще будет так продолжаться? я надеюсь, что конечно будет, но на данный момент это просто из-за одного случая. Учитывая, сколько жертв пострадавших к вам обращаются, можете ли вы сказать о реальных надобностях нашего государства по, не знаю, числу создания убежищек, куда этот человек может обратиться, когда он, как чаще бывает, планирует там расстаться или вытесить человека и обзор начинает себя критично вести, либо психологи, какие-то юридические консультации. Наш реальный запрос, насколько он сегодня не охвачен? Он очень не охвачен. Я три дня назад была в Министерстве благосостояния, где как раз мы говорили про кризисные квартиры. К сожалению, на данный момент есть очень длинные очереди на социальных работников, потому что зарплаты маленькие и очень тяжело найти людей. У нас нету жилого фонда, чтобы этим женщинам помочь, потому что именно по летальности самый опасный и самый опасный момент для человека, который уходит из насильных отношений, это принять решение расстаться или уйти. Тогда больше всего происходит именно убийство. И нужно этих людей как-то охранить и для этого нужны квартиры, например. Но сейчас это тоже Министерство благосостояния двигает такую инициативу, но мы будем смотреть, как это будет в практике, потому что мы видим, что сейчас будет обязательство взвесить все риски летальности, каждому клиенту, который приходит к социальному работнику. Но если нет квартир, как бы во всех принципе манипуляторах, в которые можно этих пострадавших отправить, тогда и люди будут в очередях, тогда опять это риск летальности очень высокий. Можете пояснить, что в практическом смысле изменится по фантазирум, если, не знаю, следующее пленарное задание Сейма, и депутаты голосуют за ратификацию, что в качественном смысле меняется, учитывая, что мы располагаем все теми же ресурсами на сегодняшний день. Для понимания зрителей, вот господин Рукс был в нашей студии, он сказал, что у одного полицейского иногда более ста открытых дел. Он просто физически, а он по приоритету расставляет эти дела, и к жалобам со стороны женщин, а у нас вызовы из-за конфликтов в семье, дело частое, больше 10 тысяч, по-моему, звонков в год получает полиция, они не уделяют этому достаточное внимание в силу и собственной усталости, загруженности и, может быть, не всегда правильной расстановки приоритетов в делах. Здесь есть то, что если мы ратифицируем конвенцию, тогда это финансирование хоть какое-то надо будет находить, но естественно, что мы все еще независимое государство, которое независимо принимает свои решения, и конвенция нас не может, на нас в суд не подадут, если мы что-то не до конца сделаем или не найдем деньги, но это даст направление правильное. И, скажем, в случае полиции, то есть это заставит делать регулярные обучения, это заставит работать с этими полицейскими, чтобы они больше понимали, что такое насилие против женщин, как оно работает, как работает, например, даже очень часто бывает, что, например, мужчина доводит женщину до такого, что, ну, есть фильм, например, Ильдут Емамас про женщин в тюрьме, это большая часть этих женщин, это пострадавшие от долгосрочного насилия в семье, у которых, ну, просто не выдержали. И, в принципе, конвенция заставила бы нас постоянно себя сравнивать с другими странами, и вот этот механизм тоже мониторинга, который у нас теперь есть по человеческим правам, он нам очень-очень, не по человеческим правам, извиняюсь, по торговле людьми, он уже очень помог в той сфере, потому что у нас там есть регулярная межинституционная работа, постоянно что-то, постоянно есть эти документы, которые нам помогают посмотреть, что мы еще можем делать лучше, и с Останбульской конвенцией было бы так же, то есть этот Гревио, механизм мониторинга, постоянно давал бы нам какие-то отзывы про нашу работу и помогал бы искать лучше средства, даже без финансирования, как мы можем просто улучшить нашу работу. Госпожа Виксна, я вам передам слово, ну вот мы только что услышали, что в принципе конвенция, это такой международный стандарт, я правильно понимаю? Это международный стандарт, который показывает, какие есть основные инструменты для искренения гендерного насилия, причем не только в отношении женщин, в отношении всех групп, мальчиков и мужчин тоже, мальчиков и мужчин и других меньшинств, но главным образом же женщин, потому что это наиболее уязвимая и большая часть общества в каждой стране. По поводу международного стандарта, мы находимся в Европейском Союзе, мы сюда очень, мне кажется, долго шли и хотели сюда попасть, и мы же не противимся, допустим, тому, чтобы, не знаю, там, медикаменты или лекарства, лекарства, которыми мы пользуемся, производились и разрабатывались тоже по каким-то единым стандартам Европейского Союза, там, согласно регламентам по проведению клинических испытаний, предназначенных для потом использования человеком, да, мы же не против этого, мы доверяем разработанным Евросоюзом стандартам. Вопрос вот в чем? Вопрос абсолютно такой же, вот здесь Европа, ряд стран, входящих в Совет Европы, в том числе и Латвия, подумала, подумала, подумала и создали единый стандарт, как побороть проблему насилия в отношении женщин, и не только их. Ну, видите ли, здесь я не говорила, что ничего не делается, я очень хорошо о кризисных центрах и о том, что я работаю уже 20 лет и жена моего коллеги тоже работает в этих кризисных центрах, работая с детьми. То есть, я хорошо знаю эти вопросы. То есть, у меня есть определенная компетентность, исходя из этого и будучи бюджетной комиссией, и я не получила никаких предложений не 23-й год, но я надеюсь, на 24-го года бюджет будет предложений. Нам не надо ожидать какую-то бумагу из Европы, чтобы организовать свою внутреннюю среду. Мы сами знаем, что здесь происходит. Вопрос, почему мы это не делали более 30 лет независимости Латвии. То есть, здесь вопрос, где Министерство благосостояния, где Министерство юстиции и где самоуправление. Кризисные центры у нас есть и также есть конкретный список дел. у нас сейчас этого тоже нет. По крайней мере, у нас на столе этого не появляется. Вот она, готовый, бери, читай. Там нет списка дел, но мы говорим уже час, и я говорю о том, что люди ожидают превентивные меры, чтобы это не случилось. То есть, мы говорим не только о насилии, когда бьют. это тоже здесь выключено. То есть, у меня вопрос, что мы до сих пор сделали. Во второй очередь, пока мы дискутируем этот вопрос, его приходится все еще дискутировать, необходимы шаги активных действий, что нужно сейчас предпринимать. женщины, дети, тем более, или мужчины не могут ждать, пока мы, например, консультируемся с 16 странами, что мы делаем. И если мы смотрим на среду предпринимательства и менторинг, мы не смогли перенять напрямую, потому что у нас нам понадобилась своя методология. То есть, копировать один на один мы не можем. Но что я хочу сказать, у нас столько институций существует, и если мы касаемся Министерства внутренних дел, то полицейских тоже есть приоритет по вопросам о насилии. Но я хочу акцентировать на то, что насилие против детей, мы это сейчас не обсуждаем, мы не говорим о самоубийствах, которые совершают молодежь. Есть столько вопросов, но у нас же есть институции, у нас есть министерства, почему они ничего не делают, неужели мы ждем какую-то одну бумагу, которая нас как-то запустит, наше действие. То есть, нам нужно делать уже прямо сейчас, пока мы сейчас дискутируем, может быть, сейчас, относительно какого-то мужчины происходит моббинг или шантаж, например, я хочу твой дом или что-то такое. То есть, здесь столько вопросов, потому что насилие проявляется в самых разобназанных формах. Я хочу сказать, что необходимо действие, потому что мы не можем ждать какой-то 26-й год или что-то такое и только одну бумагу. То есть, то сейчас сделано. И мне не хватает статистики. То есть, те страны, которые рацифицировали этот, там снизилось количество убийств. Например, Германия, Франция, что в них произошло? И тогда, основываясь на этой информации, например, прогрессивные, как аргументацию, упомянули, что нет данных. Доброе, здравствуйте. Как? У нас министерство благосостояния не работает, министерство юстиции не работает. То есть, мы все что-то ждем. Может быть, мой предыдущий опыт в бизнесе 30 лет. Она ориентирована на результат. То есть, для нас результат не в конвенции, а в том, что в Латвии не было насилия. Это должен быть результат. И этот документ может помочь, а не препятствовать. Он мог бы быть одним из инструментов, но сейчас очень важно, чтобы не было насилия, вообще никакого, не относительно мужчины, не относительно женщины, и тем более не относительно ребенка, в том числе трехмесячный ребенок. То есть, женщина не должна поднимать руку. Да, мы, конечно же, все против насилия. Мы пытаемся понять, как сделать так, и как сделать так, как нужно быстрее, чтобы абсолютно его ликвидировать. Но вот в завершении нашей сегодняшней беседы, то, что мы сегодня слышали те аргументы против ратификации, они не все прозвучали. Политики высказывались из трибуны Сеймы и приводились самые-самые-самые разные аргументы против. Наверное, госпожа Осипова, я к вам хочу обратиться. Вот когда политики в публичном пространстве, помимо прочего, говорят, что Стамбульская конвенция, я сейчас процитирую, здесь сегодня не прозвучало таких фраз, но другие люди говорили следующее. Стамбульская конвенция угрожает общественной морали и семейным ценностям. Стамбульская конвенция вводит понятие нейтрального гендера, является прямым путем к однополым бракам. Вы что об этом думаете? Это полностью не соответствует тексту и духу конвенции, потому что конвенция действительно направлена только на то, чтобы защитить женщин, во-первых, от насилия в семье, в том числе девушек, которые еще несовершеннолетние, в том числе мальчиков, которые растут в семье и которых защищает мать. И конвенция содержит очень много статей и называет конкретные вещи, от которых надо защитить женщин, в том числе физическое насилие, моральное насилие, принудительный брак, который действительно в Латвии не актуален, насколько я знаю, преследование, что надо уголовно наказуемым обозначить преследование, которое было в Елкопилсом варианте, что несколько раз повторно женщину преследует и женщина боится за свою жизнь. Это требование, которое выдвигает в том числе Стамбульская конвенция. И Стамбульская конвенция никаким образом не обязует государство легализировать однополые браки, ввести третий джендер, делать небинарное общество и так далее, и так далее. Я была еще в составе суда два года назад, когда суд рассматривал детально и смотрел, что требует Стамбульская конвенция и чего не требует Стамбульская конвенция. Конвенция требует защищать от разного насилия женщин, в том числе, чтобы они были экономически самостоятельны, чтобы они могли экономически уйти от этого мужа, который бьет ее, чтобы она не зависела. Госпожа Виксна, по-моему, кстати, очень много знает про состоятельность женщины, и вы даже проектами руководили. Да, именно так мы полагаем молодым матерям получать финансовую помощь, то есть больше по поводу начальния предпринимать птицинскую деятельность, потому что если женщина финансово независима, она сможет от такого насильника уйти, и, конечно, с другой стороны, у нас есть программа ментеринга для мужчин, чтобы они могли быть в то же составить точку. Я просто надеюсь, что ситуация все-таки сдвинется в сторону улучшения для лучшей защиты пострадавших, и не придется дожидаться еще одной трагедии, чтобы что-то начать делать. Я благодарю вас всех за то, что вы сегодня пришли в студию, были гостями нашей программы. Благодарю зрителей и прошу у них прощения, что не уделяла вам совсем внимания. Я вижу, как вы активны, я вижу, как вы комментируете все наши дискуссии. Мы будем вам всегда рады в наших следующих трансляциях. Новости в 19 часов смотрите, как обычно. Я прощаюсь с вами. Увидимся завтра. До скорых встречи. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин